девчат всем привет у нас 9 утра сейчас поеду парикмахерскую приводить голову в порядок что скоро выходить на работу видите как седина отрастает сильно вот что-то пасмурно то ли это такой туман у нас еще ой ну вот вот так и потом еще взяла с собой замик свой который показывала прошлый раз вот хочу завести в цветочный магазин может мне подскажут что делать с ним хотя я у них уже спрашивала ну они сами посмотрят на луковицы на все такое прочее вот поехали покажусь вам уже красивой ну вот вышла я с парикмахерской сейчас заеду сакуру цветочный магазин и этот еще вот освежила мне сашечка цвет так мы делаем и делаем короче два раза крашу корни и один раз штопка так чтобы волосы не портить постоянно штопкой ну и пока кончиком прошлась вот так поехали чат я уже дома смотрите короче заехала же я говорила для в этот магазин цветочный вот мне такой грунт посоветовали он идет специально для спатифилом афантуриумов кал из амиакулькаса вот такой хорошо мешнуть здесь видите всякая вот и посоветовала на меня спрашивает она уже у вас вот в этом горшочке рос я говорю ну да я типа начиталась в интернете что там должен быть плотный очень горшок нет типа ну не надо дала мне вот такой горшочек вы горит посадите в него и пусть он у вас сидит потому что он у вас прям сильно болеет хотя клубень говорит нормальный все так хорошо но видно что он больной по листочкам видно я говорю но я его пол поливала раз в два раза в месяц он говорит так это мало я говорю ну то опять же начиталась в интернете что нужно по минимуму поливать ну короче сейчас пересажу пересажу и будем вместе с вами наблюдать потому что ну я очень хочу чтобы он у меня был а посмотрела у нас замик стоит вот в этой же сакуре ну где-то наверное сантиметров 30 восемь с половиной тысяч представляете ну там конечно много этих побегов восемь с половиной тысяч вы моё будем сами растить до такой стоит до такой стоимости моркова сейчас переоденусь и пересажу смотрите какая тут штучка типа мох не мох корешки какие-то рекомендуется так так молодые смешать компоненты из набора земляную смесь древесный уголь и предварительно измельченный мох с фагном на дно горшка уложить дренаж небольшой слой свежего субстрата аккуратно достать растение из горшка страсть не повредить корни удалить поместить растения в горшок на брюшную глубину перед дождь я не будем беречь рассеян солнечных лучей беру под конкурс так еще надо все это где-то перемешивать а где я а и 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 Ну, надеюсь, правильно я все сделала. Пусть он у меня растет, мой мальчик. Мой хороший. Я хочу, чтобы ты вырос у меня большим. Все, а это я сейчас опять положу в пакетик. И клипсой закрою. И буду подсыпать по мере роста цветочка. Я уже на даче. Сейчас хочу досадить, досеять вот сюда. Вырвала здесь у меня редиска. Хочу досеять, посеять рядочек в редиске. Хочу укропчик посеять. Еще кинзочку обновить. Вон там, с той стороны. Видите, тоже он пусто. Сделать. А этот укроп посмотрю. Он в кле. Я его, наверное, может быть вырву. Чтобы новый. Или обработаю нашатырным спиртом, чтобы новый укропчик не повредил мне. Ну, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Сейчас хочу подкопать картошечки. Первый раз буду копать. Она, видите, еще цветет местами. Ну и подкопаю... Эй, пакет. Подкопаю. Здесь у меня, значит, королева осени. А здесь гала. Вот я хочу попробовать гала. Вот этот сейчас. Вырвем, посмотрим. Она желтенькая должна быть. Посмотрим, какая уродилась. Что остальное хочу сказать. Мехтиль. Батла огромная. Картошечка, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, смотрите, мелкая какая-то картоха-то. Некрупная. Ну-ка посмотрим, королева осени. Или это она и есть? Ёпти, это такая ботла огромная. Это вот эта королева осени. А сейчас попробуем давайте гала выкопать. Что-то. Что? Что? Это что-то. Хорошо. Привет, друзья. Какая-то. Хорошо. Это нормальная. Это нормалек, Гала. А давайте красную подкопаем сами. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой улов. Ладно, буду складывать. Соседке надо еще занести несколько штучек. Она просила молодое варить с маслечком, вкусненько. Еще посеяла турецкую гвоздику на будущий год. Вот такая 50 см высоту. Есть у меня еще 25-30 см. Я посею ее вот там, когда буду облагораживать к осени. А эта на следующий год будет такая же, как вот эта. Будет красивая, пышная у меня здесь клумба. И не надо будет выдумывать, что посадить сюда. Вот. А это я. И сейчас пойду посмотрю огурцы. Если созрели, сорву огурцы. Надо тоже сделать их. И пойду готовить манные зразы. Вообще это такая, девчонки, вкуснота. Даже вообще не представляете, как это вкусно. Вот такие, девчонки, налепила я зразы. Это очень вкусно. Вы даже просто представить себе не можете, как это вкусно. Мы в детском саду прям все любили эти зразы. Шикарные. Немножко неаккуратненько получилось, потому что у меня перчатка в конце порвалась и очень горячо было рукам. Ну, на вкус-то никак не повлияет. Ну вот, девочки, у меня все готово. Здесь я намешала сменанку, чесночок и зелень. Будет очень вкусно нам сегодня. Это можно даже как пирожочки к чаю. Замечательно. Попробуйте. А рецепт у меня будет шортс. А мы с мужем решили все-таки вечером вернуться на дачу и покосить траву. Так как у нас передают ливни на завтра. И нужно покосить, чтобы она не вымахала. Большая сильно. И буду с вами на этом прощаться. Желаю мира и добра вашим семьям. Спасибо, что смотрите. Всем до встречи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok